В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновска» и ее ведущий Михаил Сашанский. Здравствуйте! Сегодня мы с вами посетим международный фестиваль «Самбо», пообщаемся с новым директором спортивной школы дзюдо «Спарта», узнаем, чем занимался в Дин Травграде известный футболист, зенитовец Виктор Файзулин, и, конечно, побываем в спорткомплексе «Торпедо», где недавно прошел чемпионат области по плаванию. Не случайно сегодняшний наш гость – вице-президент Федерации Ульяновской области по плаванию, старший тренер сборной области по плаванию Вячеслав Маринин. Здравствуйте, Вячеслав! Здравствуйте! Вячеслав, в спорткомплексе «Торпедо» совсем скоро долгожданное открытие «Малой ванны». Большой подспорь для вас, пловцов? Да, конечно. Мы с нетерпением ждем открытия. Дело в том, что «Малая ванна» может к себе пригласить детей 4-5-летнего возраста, дошкольников, которые, соответственно, научатся плавать. Здесь преследуются две цели. Одна из них – это оздоровление детей, а вторая – это возможно, что эти дети придут в дальнейшем к нам в секцию плавания. Ну а пока всю нагрузку на себе держит «Большая ванна» спорткомплекса «Торпедо», где недавно прошел чемпионат области. 17 ульяновских пловцов добились права выступить на первенстве и чемпионате Привозского федерального округа, который 20 сентября стартует в Саранске. Отбор сборной региона по традиции провели в бассейне «Торпедо», где состоялся областной чемпионат. Проходным баллом для участия ПФО был норматив к кандидаты-мастера спорта. Здесь нет такой задачи у спортсменов высокого класса показывать свои самые лучшие результаты. Все-таки мы готовимся на чемпионат ПФО. Но молодые, конечно, показывают результаты очень хорошие. Тем самым попадают в команду. И надеемся, что вот там они уже на первенстве будут завоевывать места. Ульяновская сборная сейчас переживает смену поколений. Процесс всегда непростой. И когда выстрелит молодежь, еще неизвестно. Но в нынешний сборной региона уже есть свои лидеры. Один из них – 14-летняя Ариадна Фролова, которая выиграла все три дистанции вольным стилем – на 400, 800 и 1500 метров. У мужчин королем чемпионата стал 19-летний мастер спорта Матвей Сибирцев. Шесть стартов – шесть побед. На самом деле я ожидал от этого, от этого соревнования, что будет шесть побед на всех шести дистанциях. И так уже три года подряд. Сибирцев не знает себе равных на чемпионате области. 18 стартов – 18 золотых медалей. Фантастика, скажите вы. Матвей признается, что залог его успеха – кропотливые тренировки, которых у него в неделю целых 11. Ученик Мария Маляви знает, что должен показывать на каждом своем старте. Здесь рекордов не будет, потому что и не было. Потому что мы готовимся к ПФО сразу. Мы не готовимся к этим соревнованиям. Разгрузки у нас нет. Когда 13 лет назад Сибирцев пришел в сексу плавню, то был самым медленным. Аккуратно складывал свои вещи, делал все не спеша. Зато теперь за реактивным пловцом не угнаться ни друзьям по команде, ни соперникам. Но чтобы Матвею и другим пловцам нашего региона расти быстрее и выступать на престижных международных соревнованиях, как воздух необходим большой 50-метровый бассейн. Мы построим 50-метровый бассейн в ближайшие 2-3 года. И в этой части у нас есть все и желания, и проект, и подбор мест, где он может быть. Я думаю, что все жители Ульяновской области с удовольствием будут в нем плавать буквально к 2024 году. Региональная власть взяла курс на строительство 50-метрового бассейна. Ульяновская же сборная держит курс на Саранск, где через чемпионат ИПИНС ТПФО будет пробивать себе путь-дорожку на главный всероссийский старт – чемпионат страны. Вячеслав, а как сказалась коронавирусная ситуация? Вот на вас много ли соревнований пришлось отменить, много ли поездок пришлось отменить? Ну, знаете, серьезные такие поездки на, допустим, федеральные соревнования не отменялись. Они постоянно мы выезжали. А местные соревнования мы вынуждены проводить в усеченном плане, так как без зрителей и, соответственно, с минимальным количеством участников. А зрителей не хватает пловцам, как считаете? Да, конечно, наш вид спорта очень зрелищный. Мы всегда с нетерпением ждем присутствие зрителей. Это, конечно, для нас очень важно. Ну что ж, коронавирус, конечно, внес некоторую сумятицу, но, тем не менее, в нашем регионе все равно проводятся соревнования, в том числе и международные. Три борцовских ковра и на каждом такие поединки, что равнодушным оставаться практически невозможно. На него, вставай! Таким образом, Ульямск во второй раз в своей истории принимает международный фестиваль самбо. Его участники – юные спортсмены, которым нет еще и 15-ти. География принадлежности гостей не ограничивается пятью российскими регионами. Бороться за награды также выходят представители Донецкой Республики. А девиз соревнований, посвященных 800-летию князя Александра Невского, звучит по-суворовски – самбо – наука побеждать. Самбо – это на самом деле наука побеждать. Ведь это не просто так было. В 1938 году Харлампиев поехал в Японию, чтобы взять самое лучшее. Мы же еще самое передовое взяли из ближних стран СНГ. Это там армянская борьба, азербайджанская, куарский куреш. Был тогда создан целый институт, и много разделений было самбо. И на самом деле оно очень побеждает. Как расшифровать аббревиатуру самбо, знает практически каждый, кто хоть что-то слышал о единоборствах. Сама оборона без оружия. При этом на вооружении участников фестиваля множество приемов, которыми можно уложить соперника на борцовский ковер и одержать чистую победу. Идеальный поединок самбо называется тот, когда ты выиграешь 8-0 или делаешь болевой. Но сделать это очень трудно, потому что спортивники спутеляются. Чтобы это сделать, нужно очень много тренироваться. Два дня длится фестиваль. За это время на ковер выходят 225 участников. Более сотни поединков. Каждый со своим сценарием, со своей драматургией. Работы у врачей не очень много, но без крови порой не обходится. Спортивное самбо, в отличие от боевого, не настолько кровавое, но всякие моменты бывают. Разбивают носы, бывают ссадины, ушибы. Ну, я бы сказал, что не очень, не очень. Но бывает, бывает. Как, в принципе, и во всех боевых видах спорта и единоборствах. Самые громкие участники фестиваля, конечно, тренеры. У каждого по несколько воспитанников, которым надо и пояс на кимоно завязать, перед выходом на татами, и дельный совет дать. А потом еще и корректировать действия своих подопечных, срывая голосовые связки. Первый номер обработай. Ты ногу сразу запускай, как только захват взял. Бери первый захват. То, что сидишь там, это не значит, что ты не устаешь. Еще что-то. Бывает так, что тренер намного сильнее и больше устает, чем спортсмен. Потому что тренер, он эмоционально переживает очень сильно. За каждого отдаешь душу, отдаешь сердце. Около 50 комплектов наград находят своих обладателей по итогам двухдневных баталий. 37 медалей, 13 из которых золотых, остаются в Ульяновске. Хозяева татами уверенно забирают первое место в неофициальном командном зачете. Второй показатель у гостей из Пензы, куда отправляются 20 медалей различного достоинства. Вячеслав, а когда пловцы будут проводить крупные соревнования? И вообще, когда у нас в нашей команде областной появятся спортсмены международного уровня? Для этого нужны определенные условия, в том числе и спортивная база. К сожалению, у нас нет большого бассейна, а все соревнования высокого уровня проводятся в 50-метровом бассейне. Мы с нетерпением, опять же, ждем решения этой проблемы. Это первое. Второе. Наши спортсмены за последние годы очень много выступали на соревнованиях, выполняли различные нормативы, в том числе и мастеров. И у нас есть и члены сборной команды России. Конечно, это дело непростое, но тем не менее мы движемся вперед. Да, получить международное признание – дело нелегкое. Вот, например, Виктору Файзульну, известному футболисту, для этого пришлось выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Такого матча на длинном спортивном пути футбольного голкипера Дмитрия Красильникова еще не было. Вместе со своими партнерами по Демитроврадской команде Орг.Энергострой он готовится сразиться за Кубок Атома. В соперниках – тольяттинская команда «Акрон» из ФНЛ. Мы настраиваемся, как обычный рядовой матч. Понятно, что команда там ФНЛ и мой чемпионат области играем. Но все равно у нас хорошая команда, стараемся играть в пас, так же и будем действовать. Первый в истории розыгрыш Кубка Атома – финальная часть большого спортивного праздника, который начинается отнюдь не на футбольном поле. Руководители трех больших корпораций подписывают соглашение, в рамках реализации которого в ближайшие несколько лет в Демитровраде появится большой спортивный кластер. Корпорация «Росатом» принято решение развивать спорт, развивать детский спорт, в частности футбол, другие виды спорта. Мы, как давний партнер корпорации, поддерживаем эти инициативы. Один из главных пунктов в трехстороннем соглашении – реконструкция спортивных объектов. Многие из них создавались еще в советское время, и теперь их состояние, мягко говоря, не очень. Стадион «Строители» в Демитровраде до середины 90-х годов прошлого века считался главной спортивной ареной города Атомщиков. Здесь проводились соревнования по футболу, по хоккею с мячом и даже по спидвею. Доподлинно известно, что здесь однажды играл сам Игорь Нетто, когда сборная ветеранов по футболу приезжала на показательный матч. Но вот уже несколько лет соревнования большие здесь не проводятся, а тренируются в основном дети, да студенты местных вузов приходят на занятия по физкультуре. Одну из таких тренировок детской футбольной секции на стадионе «Строитель» и посетил трехкратный чемпион страны, обладатель Кубку УЕФА и Суперкубку УЕФА, зенитовец Виктор Файзулин, почетный гость Кубка Атома. Знаменитый спортсмен отметил, учиться футбольным финтам на таком газоне весьма проблематично. Не скажу, что это самое плохое поле, которое я видел, но оно не того качества, скажем, да. Если мы хотим развиваться, куда-то расти. Дренажная система не выдерживает двойной нагрузки, заливки льда и футбольной нагрузки. В первую очередь нам нужен качественный газон, который необходим для учебно-тренировочного процесса и проведения достойных соревнований. И такой искусственный газон в Димтрограде появится уже совсем скоро. На торжественной церемонии открытия футбольного матча димтроградцам его подарили соседи – тольяттинцы. А участники Кубка Атома, игравшие на натуральной траве, подарили заполненным трибунам настоящий спектакль. Хозяева поля, как и обещал димтроградский голкипер Дмитрий Красильников, сражались до последнего и вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Вот вы, Вячеслав, всегда в бассейне, всегда тренером работаете. Не хочется перейти на административную работу? Нет, вы знаете, я на протяжении долгих лет сам занимался плаванием. И потом начал работать тренером уже 41-й год, я работаю в бассейне. Меня это очень устраивает, я люблю работать с детьми. Ну, как сами понимаете, конечно же, наша работа состоит не только из тренерской. У нас есть руководители, которые нам помогают. Мы довольны тем, что у нас вот есть вот такая взаимосвязь. Безусловно, успех в спорте – это результат совместной работы большой команды и тренерского коллектива, и тренерского состава. И подтверждение этого давайте поищем в сюжете Юрия Щепкова. В областной спортивной школе дзюдо «Спарта» новый директор. 44-летний Сергей Безруков – человек энергичный и целеустремленный. Свою спортивную карьеру начинал в карате. Мастер спорта, обладатель нескольких черных поясов, в последние 15 лет стал ближе к борьбе. Кудо, бразильское и спортивное джиу-джитсу. Для себя Безруков понял, что именно борьба – основа всех единоборств. Новый директор пришел в тот самый момент, когда школа под дзюдо статус олимпийского утратила. Но Сергей уверен, что явление-то временное. Идеально выстроен тренировочный процесс. Суперподобранная команда. Люди целеустремленные с желанием, с рвением. Самое главное желание в нашем деле. Если будет желание, можно свернуть в горы. Есть прекрасная материальная техническая база. Единственный вопрос. Мы сейчас будем работать над увеличением филиалов нашей школы, что непосредственно поможет нашему развитию. Будем работать. Основателем школы спарта является нынешний президент регионального олимпийского совета Олег Калмыков. Именно под его руководством спартанцы получили олимпийский статус. Олег Анатольевич, как никто другой, переживает за родное дзюдо, за тренера, за всех спартанцев. Мы со своей стороны, конечно же, будем создавать все условия. И финансовые, и информационные, и социальные, и экономические, и политические. Для того, чтобы школа дзюдо опять приобрела этот статус и повысила свои спортивные результаты. В штате Спарты 19 квалифицированных тренеров, которые намерены сделать все возможное, чтобы родная школа вернула себе лимпийский статус. Это будет несложно сделать, если в филиалах Димитровграда, Корсона, Железнодорожной Майны были так же, как и в Ульяновске. Постелили новые татами, зал стал немного шире и намного светлее. Парни очень довольны, как маленькие, так и взрослые. С удовольствием приходят, с удовольствием тренируются. Ну и нам, соответственно, очень удобно. Именно над улучшением материально-технической базы и расширением филиалов школы Спарта в первую очередь намерен работать новый директор школы Сергей Безруков. Почему-то верится, что все у наших дзюдоистов получится. Ну что ж, мы тоже надеемся, что у дзюдоистов все будет хорошо. А чем будет наполнена следующая спортивная неделя, мы узнаем в следующую пятницу. Сегодня с вами был реальный вице-президент Федерации плавания Ульяновской области и старший тренер сборной Ульяновской области по плаванию Вячеслав Маринин. А с вами был реальный спорт Ульяновск. До свидания. До свидания. Федерации плавания Ульяновской области Продолжение следует...